Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Недавно мне задали вопрос, как часто я сифоню грунт в своем аквариуме. Вопрос, прямо скажем, поставил в меня небольшой тупик, так как определенного графика по сифонкам грунта моего аквариума у меня нет. Так как при наличии большого количества растений в аквариуме, они неплохо справляются с этой функцией. Ну, разве что, лакмусовой бумажкой для этого являются вот наши самые коридорасы, которые поднимают муть со дна аквариума. Когда этой мучи становится много, я начинаю сифонку грунта. А так обхожусь обычно доливом воды в аквариум и подменой. Воды в аквариуме. Все растения аквариумные ночью выделяют углекислый газ. Как мы знаем, в пропорции углекислый газ, кислород, все это значит при большом выделении углекислого газа, кислород вытесняется, поэтому на ночь желательно налаживать аэрацию в аквариуме. А днем опять включать систему СО2, выключая аэрацию. По крайней мере, такую практику я у себя наладил. Многие растения, в особенности, как замечено мной, роголисник, очень сильно тянут кальций из воды. Кальций нужен нашим моллюскам. Тампулярии, катушки и так далее. При большом количестве вытягивания кальция из воды моллюскам кальция не хватает, и их домики начинают рассасываться в воде. Естественно, моллюски гибнут. Такое растение, как элладея, очень сильно тянет из воды углекислый газ, разрушает карбонаты в воде и тем самым защелачивает воду. Многие растения уделяют фитонциды. Те самые фитонциды убивают полезные бактерии, а также неполезные водоросли и могут угнетать рост других растений и даже рыб. Надеюсь, этот небольшой видеоурок будет кому-то полезен. Подписываемся на канал. Всего вам доброго. До свидания.